Применение накладок для сбора грудного молока. Чтобы оно не пропадало впустую, а вы могли его собрать и заморозить, создать запас на непредвиденный случай, производители придумали накладки для сбора грудного молока. Во время кормления тоже встречается такая ситуация, кормите одной грудью, а из другой фонтаном или по капле, выделяется молочко. Во время кормления, либо если малыш спит и уже долго не сосал грудь, молоко начинает самопроизвольно выделяться из груди. Да, мокнет белье, приходится менять одежду. В первые месяцы после родов большинство кормящих мам сталкиваются с таким явлением, как подтекание грудного молока. Что такое накладки для сбора молока? Накладка для сбора грудного молока представляет собой круглое изделие в виде чашки. Одна сторона у нее пластмассовая, либо из плотного силикона, а вторая – силиконовая с компактной емкостью для подтекающего молока. Форма накладки повторяет форму груди, в ней есть отверстие для соска. Так как в первые месяцы лактация только налаживается, молока может выделяться слишком много. Ведь организм еще не знает, сколько потребуется малышу. Постепенно молоко будет вырабатываться ровно столько, сколько требуется малышу. Иногда мамы по неопытности могут совершить ошибку. Если неправильно организовать процесс кормления, молоко может вырабатываться в избытке. Это называют гиперлактацией. Читайте важную статью «Как правильно кормить новорожденного грудью» и GT, и GT, и GT, но бывает и так, что молоко вытекает само из-за В физиологии, во время кормления в организме много гормона окситоцина, гормон нежности, любви, который отвечает за выделение молока из груди. Оба случая доставляют дискомфорт, ведь молоко просачивается на одежду, а в мокром белье ходить совсем неприятно. Таким образом, накладки для сбора молока очень удобно использовать во время грудного вскармливания, ведь они предотвращают попадание. Молоко на одежду, собирают питательное молоко, которым можно докормить ребенка, если накладка прошла стерилизацию, снижают. Риск развития воспаления и заражения молочных желез, если вдруг на коже образовались ранки и трещины. При сложностях с грудным вскармливанием, трещинах, болях при кормлении, смотрите интернет-курс «Секреты грудного вскармливания ИДЖИТИ». ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, как применять накладки. Накладки для сбора молока вставляются в бюстгальтер. Надевать их нужно на ту грудь, которую малыш не будет сосать. Когда он сосет одну грудь, из другой рефлекторно вытекает молоко. Вот оно как раз потечет в накладку. По мере наполнения чаши молоко слейте в специальный пакет для хранения грудного молока, или чашку, если планируете сразу докормить ребенка. Читайте актуальную статью «Как хранить грудное молоко после сцеживания ИДЖИТИ», ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, важно. Не оставляйте накладки на груди более, чем на 40 минут. Даже при наличии вентиляции это вредно. Во-первых, сырость может навредить груди. Во-вторых, они немного давят на грудь, а постоянное давление нежелательно. Как обрабатывать накладки? Чтобы простерилизовать накладки для сбора молока, рассоедините их стенки, промойте водой со всех сторон. Поместите их в емкость, залейте водой, чтобы они были покрыты полностью ею. Когда вода закипит, подержите накладки в ней еще 3 минуты. Потом уберите емкость с плиты и слейте воду. Далее части накладок для сбора молока положите на сухое полотенце, чтобы они охладились и высохли. Можно накрыть их чистым полотенцем сверху. Не обязательно стерилизовать накладки для сбора молока после каждого использования. Достаточно лишь разъединить мембрану и основную часть накладки, промыть их теплым мыльным раствором со всех сторон, сполоснуть. Чистой холодной водой просушить на чистом полотенце. Внимание! Не обрабатывайте мылом и спиртом грудь. Они сушат кожу, что провоцирует возникновение трещин на сосках. Виды накладок – их плюсы и минусы. В специализированных магазинах и в аптеках представлено множество накладок для сбора молока. Это затрудняет выбор. Все они отличаются по стоимости, оформлению и производителю. Обратите внимание на упаковку. На ней должна быть указана информация о безопасности материала. Желательно отдавать предпочтение проверенным брендам. К ним относятся Медела, Авент и Чикка. Накладки для сбора грудного молока Медела изготовлены в Швейцарии. Их плюсы – герметичная упаковка, мягкий силикон высокого качества, безопасный для здоровья кормящей мамы и ее младенца. Плотно прилегают к груди, благодаря чему их удобно и комфортно использовать, невидимы даже под легкой летней одеждой. Наличие отверстия, через которое молоко удобно сливать, отсутствие в составе бисфенола А. Несмотря на такие преимущества, недостатки все же есть у данных накладок. Они дорогие, а при наполнении накладки молоко может вытечь на одежду. Накладки для сбора молока Авент-П. Хилиппис произведены в Великобритании. У них тоже имеются свои плюсы и минусы. Они хороши тем, что плотно прилегают к груди, благодаря мягким подушечкам, и они же защищают от протекания молока, изготовлены. Из безопасного материала имеют отверстия, через которые воздух поступает к соскам, а это благоприятно влияет на их заживление. Минусы накладок для сбора молока от Авент в том, что они очень дорогие, а те накладки, у которых нет отверстий для вентиляции, подходят. Не всем, так как к коже не поступает достаточного количества воздуха. Накладки для сбора молока Чикко произведены в Италии. Вот их плюсы. Накладки обеспечены вентилируемыми отверстиями, форма их близка к анатомии груди и повторяет ее форму. Имеется отверстие для удобства переливания молока в нужную емкость. Силикон накладок имеет высокое качество и является безопасным для мамы и младенца, помогают вытянуть соски. Особых минусов нет. Стоимость высока. Не все могут позволить приобрести себе накладки для сбора молока. Но нужно отметить, что это самый доступный вариант из перечисленных производителей. Итак, накладки для сбора грудного молока являются довольно удобными. Мамы отмечают, что во время кормления одной грудью, молоко из другой груди не пропадает, а собирается в накладку. Во-первых, им можно докормить ребенка, если оно собиралось в стерилизованную емкость, а во-вторых, одежда остается сухой. Многим мамам не жалко потраченных денег для того, чтобы почувствовать такой комфорт. Конечно, нужно иметь в виду, что накладки для сбора грудного молока могут пригодиться не всем. Не покупайте их заранее. Лактация у всех налаживается по-разному. Поэтому есть риск того, что накладки для молока не будут нужны, а деньги уже потрачены. Лучше приобретайте их после рождения ребенка. Кормите грудью с удовольствием.